Всем привет-привет! Меня зовут Алина Кузимовича, ведический астролог. Сейчас буду вести урок для моих астрологов в Астроклубе на тему прогноз для Тельца на 2024 год. И вы можете часть урока посмотреть. Если вы знаете свой лунный знак, то очень хорошо, потому что вы сможете услышать для себя подсказки на 2024 год. Свой лунный знак вы можете у меня узнать, например, после этого прямого эфира. Напишите в комментариях под ним дату, город, время рождения, и я вам скажу ваш лунный знак Зодиака. По этому знаку ориентируйтесь. Прогнозы по лунному знаку самые-самые точные. Жду, когда девочки присоединятся. Ссылочку сбросила. У меня вторая группа уже закончила обучение по астрологии. Сейчас они продолжают, не все, по желанию это, обучаться в Астроклубе на постоянной основе. В Астроклубе я каждый месяц даю книгу по астрологии, даю календарь и провожу уроки. У нас уже в этом месяце был урок по восходящему Тельцу. Мы разбирали полностью восходящий знак Телец. И сегодня у нас урока прогноз для Тельца на 2024 год. Также для астрологов у меня будут уроки по продвижению. В этом году набор на обучение в группе не будет происходить уже, но есть возможность обучаться индивидуально. Сейчас до 13 октября скидка 50% на индивидуальное обучение со мной по ведической астрологии. Иначе можно, когда вам удобно. Надеюсь, ссылочку спросила. Сейчас проверю. Можете написать пока вопросики. А я пока напишу, а то у меня телефон занят. Где тут знак вопроса? Где тут знак вопроса? Привет-привет. Мамулька, ты можешь переходить в Zoom, если хочешь. Вот. Вроде бы ссылочка работает. Да, я сейчас еще раз проверю. А то мало ли, может быть, я... Зал ожидания. Вы включили зал ожидания. Ага, еще раз. Вы отключили зал ожидания. Все, я все отключила, и все нормально. Ну что, начинаем. Тогда начинаем. Включаю запись. И тельцы. Что же вас будет ждать в 2000... Аж в 2024 году. Это очень-очень интересно. Если вы придете на консультацию к астрологу, например, ко мне, то я в первую очередь посмотрю вашу натальную карту полностью. И... Привет, красотыка, привет. То есть перед тем, как делать... Я чуть-чуть сначала начну. Перед тем, как делать прогноз на год, астролог обязательно рассмотрит натальную карту. Обязательно были вы на консультацию у астролога, либо не были. То есть обязательно надо снова посмотреть натальную карту, важные положения. И мы напоминаем обычному человеку о его важных моментах в натальной карте. Например, если у него есть ретроградные планеты, мы обязательно напомним, какие, как их гармонизовать, что делать, какие кармические задачи. Мы напомним про планету души. Мы напомним то, что посчитаем нужным, важным. Потом обязательно мы посмотрим период человека, потому что он очень индивидуальный, и под период, в каком периоде под периоде находится данный человек. Мы можем посмотреть еще годовой прогноз, соляр по западной астрологии, либо Варшипхала по ведической астрологии. То есть обязательно посмотрим, какая у нас годовая карта, какие там устремления и так далее. Когда включается соляр, когда солнце вернется на те же градусы. И далее, когда мы уже все проговорили, про личные периоды, под периоды, напомнили про натальную карту, важные кармические задачи, напомнили методы гармонизации, потому что хоть у человека это все может сохраниться, но не помешает все-таки повторить, напомнить, особенно если в данном случае, например, особенно если в транзитах это важно. И дальше переходим к транзитам. У лунных тельцов, то есть этот прогноз больше подходит для лунных тельцов, у тех тельцов, в которых луна была на момент рождения в тельце. Многие, конечно, еще ориентируются на восходящий телец, асцендент, либо солнечный знак. Это все второстепенно. Будет намного точнее, если вы будете ориентироваться по своему лунному знаку. Значит, мы посмотрели периоды под периоды дальше и смотрим на важные положения планет в транзитах, на самые главные. Самые главные это у нас какие? Две такие самые важные планеты, очень серьезные, которые очень сильно на нас влияют. Какие это? Юпитер и Сатурн. Привет. Привет, привет. Правильно. Вначале я люблю смотреть Сатурн, потому что Сатурн очень редко меняет свое положение раз в два с половиной года. За 30 лет обходит все дома гороскопа. У тельцов Сатурн в 2024 году будет находиться в 10-м доме гороскопа, в доме работы карьеры. Он там уже с 23-го года находится. 17 января 23-го года Сатурн поменял знак, зашел в знак водолея по видической астрологии, зашел у тельцов в 10-й дом гороскопа и очень сильно влияет на эту сферу у них и будет влиять еще очень долго. То есть он 17 января 23-го туда зашел на два с половиной года. То есть весь 24-й год он еще там будет стоять. И что мы будем тогда знать? Что для тельца Сатурн, он что? Это очень серьезная планета. Он любит наводить порядок в ту сферу, куда он заходит. Он наводит порядок, он делает так, как лучше для человека. Но иногда человеку это не нравится. То есть иногда бывают какие-то изменения в работе происходят, но человеку это не нравится. Но новые возможности в области карьерного роста, достижений Сатурн там будет все это время давать. Поэтому человек может уходить с работы, открывать свое дело, либо параллельно что-то свое открывать. Например, когда у меня был такой транзит Сатурна, то я уходила, да, я ушла с работы, где работала, лет 18, наверное, да, не хотела уходить, но вот так пришлось. И открыла мой женский онлайн-клуб, Sunrise Women Club, то есть много-много лет проработала в зале, да, и тут опа, и перешла онлайн, потому что был только вид, еще что-то. То есть мне эти изменения не нравились. И часто, когда Сатурн проходит 10-й дом, человеку не нравятся изменения в работе, в карьере, но это всегда лучше для него, потому что потом так и получилось, что я ушла полностью с работы, была свободна, и я могла уехать в любое время, мне не надо было искать замены и так далее. И потом я уехала в другую страну, и началась война. То есть, а если бы я осталась на работе, то я бы не нашла замены, не искала бы даже ее, и никуда бы не уехала. То есть в итоге, видите, как делается Сатурн? Дает какие-то изменения, которые нам не очень нравятся, но приходится уже что-то лишнее отсеивать человеку, особенно тому, у кого много разных направлений, как было у меня. У меня еще была сфера красоты, помните? То есть сферу красоты отсеяла, все отсеяла, оставила астрологию и открыла свой женский онлайн-клуб. То есть вот такие изменения дал Сатурн. Поэтому тельцам тоже, вот в работе будет что-то происходить, возможно, не всегда это им будет нравиться, но будут новые возможности, и будет так, как лучше для них. В итоге они это потом поймут попозже. Но Сатурн, как очень строгая планета, строгий такой учитель, он требует ответственности, серьезности, дисциплины, порядка от человека в этот период, особенно всего, что касается работы. Часто человек в этот период находит свой путь, свое предназначение, находит себя. То есть это шикарный период для карьерного роста каких-то достижений. Но бывает такое, что обостряются какие-то недоброжелатели, или какие-то враги, что-то люди наговаривают на человека. И часто это все как бы неправда. У меня тоже так было, обострились разные хейтеры, и писали разные. И потом Сатурн вышел, оп, и все нормально, все стало, ничего нет, никакого негатива. А вот когда Сатурн там, это чуть-чуть иногда люди хотят подшатнуть иногда авторитет человека, его статус, его репутацию. Ну и время на это, и все проходит. Главное вести, опять же, правильный, хороший образ жизни, не делать никому ничего плохого. И человек получает по заслугам что-то хорошее вот в сфере карьеры. Все это не просто так. Главное, чтобы человек знал свои цели, куда он хочет двигаться, и так далее. Не обвинять других надо обязательно в это время, в этот период. И брать свою судьбу в свои руки. То есть не бояться принимать решения. Юпитер. Где будет Юпитер у Тельцов в 2024 году? В первом доме. Да. Но еще весь январь, февраль, март и до конца апреля он будет еще стоять. Олечка, кстати, ты же у нас Телец Луны. Вот как ты... Да, да. Так вот, как у тебя круто. У тебя новая профессия появилась, астролог. Вот у тебя вообще шикарно. То есть ты... Он уже, Сатурн зашел, он же уже у тебя там 17 января. То есть ты уже начал наводить тебе порядок и добавил тебе новую профессию. Представляешь, вообще круто. То есть уже в начале, а мне он дал это в конце. Но у тебя еще будет меняться, еще что-то вот. Надо расти, расти в карьере, пока он там... И опять же, на себя, работа на себя и так далее. Юпитер будет в 12-м, до конца апреля еще. Поэтому глобальных каких-то вот таких открытий магазина, покупка недвижимости, тельцам лучше не делать. Очень важно контролировать расходы. 12-й дом это дом трат. Поэтому, да, там и Раху сейчас еще, и Юпитер, у них расходы увеличиваются. 12-й дом это духовность, поэтому для тельцов хорошо все это время еще продолжать духовное развитие, узнавать все о себе. Вот как раз астрология тоже подходит. Йогу еще добавить. Вот это все будет очень полезно. То есть, да, себя улучшать, что-то по психологии читать, как-то заниматься самосовершенствованием, контролировать траты и никаких глобальных, прям, глобальных начинаний лучше пока еще не делать. Но, так как 12-й дом это дом за границей, то вдруг, что ездить им можно. Ездить там, переезжать можно. Вот, наоборот, это часто включается иностранный элемент в такой период, когда Юпитер, и Раху там. И потом, с 30-го октября, у тельцов Юпитер зайдет в первый дом гороскопа. Это шикарный транзит, это один из лучших транзит. Вот, кто учился, тот должен вспоминать, да, какие планеты, какие дома любят, да, вот, и Юпитер, это очень хороший, это естественный благодетель, это очень хорошая планета, да, дает мудрость, философский взгляд на жизнь, он отвечает за деньги, за удачу, и он зайдет в первый дом гороскопа, аж на целый год у тельцов, первый дом, с 30-го апреля на год. И это очень шикарный транзит, то есть он будет очень сильно помогать тельцам, их поднимать, тут самое главное вес не набрать, потому что у меня вот такое положение, то есть вес мы начинаем набирать, Юпитер это гуру, это тяжелая планета, тяжелая, туда, куда он заходит, он дает расширение, если он влияет на человека, например, в карте рождения, то он дает склонность к полноте, особенно если бывает в первом доме, и когда он у человека в транзите туда попадает, вот как у меня сейчас, я поправилась на 10 килограмм, ровно год назад я была на 10 килограмм меньше, при том, что образ жизни не поменялся у меня, я все так же каждый день тренируюсь, я все так же много ем, как и раньше, но я поправилась, сегодня я выставляла, сторис можете посмотреть, мне даже моя знакомая написала, что а мы давно думали, что ты в положении, то есть это влияет Юпитер, и делай, не делай, сейчас одну секунду подождите, что-то, то есть ничего не поможет, пока он оттуда не выйдет, поэтому лучше сразу брать тебя в руки заранее, что, зайка, что? Иди сюда, садись, зайка, в комнатку, это я сама с Ильаной, как всегда, она мне постоянно отвлекает меня, в общем, дает склонность к лишнему весу, на этот период, пока он там, поэтому надо быть очень осторожным, то есть держать себя в руках, меньше кушать сладкое, мы снова не кушать на ночь, потому что даже если человек этого не ожидает, Юпитер может дать набор, ну и Илья, она меня снимает на видео, но зато он дает много другого, очень хорошего, удачу, много возможностей, шикарный период для начала, ну вот я специально ждала, когда Юпитер зайдет в первый дом, чтобы начать обучать, представляете, то есть я 6 лет консультировала, и ждала, когда Юпитер зайдет в первый дом, чтобы глобально начать что-то, новый какой-то этап, в своей жизни, в подходящее время, то есть когда Юпитер проходит первый, то есть Юпитер, когда проходит первый дом, он дает какие-то нестандартные решения, какую-то креативность, новый свежий взгляд на жизнь, желание чего-то делать, и надо делать, то есть если человек с Юпитером в первом доме будет сидеть дома, и ничего не делать, то очень плохо, он просто потеряет свои какие-то возможности, которые ему вселенная в это время дает, поэтому надо все двери открываться, в общем, и надо делать, в данном случае, например, Олечка, тебе, так как ты уже стала астрологом, что значит надо делать, пока Юпитер в 12, то ты себе ладно, еще читай книги в астроклубе, пробуй консультировать, но когда Юпитер уже зайдет в первый, все, ты должна уже глобально менять, и уже все, и инстаграм активно вести, и то, и то, и то, и все, и все, и все, то есть не надо просто сидеть будет, а уже надо, будет, он тебе очень сильно будет помогать в карьере тоже, кстати, Юпитер у нас какие дома аспектирует, с первого дома, давай посмотрим, посчитаем, мой дом, 5 и 9, да, супер, супер, значит, удачи еще больше будет, 9 дом, да, тоже иностранный элемент, 5 дом, дом детей будет улучшать, и дом партнерских отношений будет улучшать, то есть хорошо для партнера, а для отношений будут улучшения, несмотря на то, какие там еще будут, но у тебя кету туда зайдет, сейчас мы позже об этом расскажем, для всех тельцов, вот, и, то есть очень круто, дает перспективы, феноменальные возможности, которыми надо пользоваться в этом году, с 30 октября, то есть все двери будут открыты, особенно первый, так, зая, тихонько, нельзя такое говорить, вот, и давайте посмотрим Раху и Кету, Раху и Кету, сейчас у тельцов находится, Раху в 12, Кету в 6, ось, у нас они всегда друг напротив друга, теневые планеты, они меняют свое положение, раз в полтора года, и получается, что в 24 году, они уже будут стоять в других домах, Раху у тельцов будет стоять в 11 доме гороскопа, а Кету будет в 5 доме гороскопа, так как они всегда ретроградные, то они меняют свое положение, они идут назад, в другую сторону, против, то есть в данном случае, они по часовой стрелке, да, у нас по северной индийской карте, все против, а они по, в общем, в другую сторону они идут, потому что они всегда ретроградные, поэтому мы обращаем внимание, что Раху не в первый пойдет, чтобы не запутаться, а наоборот назад, а Юпитер пойдет в первый, а Раху назад, они всегда вот в эту сторону идут, а Кету, нет, подожди, Кету не в пятый, да, в пятый, в пятый точно, чуть сама не перепутала уже, в общем, Раху в одиннадцатом, Кету в пятом, мы уже, зайка, иди, иди, мы уже знаем, что это дает, например, на момент рождения, когда у человека там, да, мы уже знаем, что дает, когда человек бизнесом должен заниматься, да, молодец, а Кету в пятом дает мало детей, часто, да, как-то чуть-чуть отрезают детей, либо холодные отношения с детьми, либо расстояние, но это только сфера детей, но это не только пятый дом, это сфера детей, а в данном случае, когда Раху зайдет в одиннадцатый, а Раху показывает наши кармические задачи, и мы вспоминаем, что такое одиннадцатый дом, а это дом желаний, дом амбиций, дом денег, один из домов денег, дом влиятельных друзей и знакомых, которые могут помогать, могут новые связи появляться, будут у человека, что? Нет, я молчала. А, что-то, что-то. Будут исполняться желания и амбиции, то есть Раху, это очень хороший транзит для Раху в одиннадцатом доме, будут исполняться желания и амбиции у человека, тоже будет много возможностей, будут новые знакомые приходить, новые друзья появляться, новые контакты, можно начинать какой-то бизнес, новые проекты, новые дела, то есть все тоже двери открыты. Очень хорошо. Человек начнет больше получать доходов, и не просто доходов, а доходов из разных источников, и так надо и рекомендовать человеку, что желательно, чтобы было несколько источников дохода. Вот, а что будет, ну и расширение круга знаком, с такому человеку мы можем советовать, ходите на разные нетворкинги, знакомьтесь, встречайтесь, разные там, вам очень полезно. У тебя это произойдет само по себе, потому что все, ты уже в сфере, как бы консультирования, астрологи, и будут приходить много клиентов, которые будут оставаться навсегда, некоторые будут становиться вообще друзьями, то есть это уже будет такое происходить, то есть реализация планов, каких-то надежд, получение, возможно, тоже новых знаний может быть, а ты дальше будешь продолжать развиваться, склонность к духовным. Сейчас, зайка. Вот, а так как кетус зайдет в пятый дом, пятый дом у нас за что отвечает? Ну, за детей в первую очередь, за романтику, за романтику, за образование. Да, да. Значит, а кету это у нас какая планета? У нас планеты делятся на две группы, благодетели и вредители. Вредители. Да, и вот кету попадает в эту сферу, он вредитель. Раху тоже вредитель, но тут другая энергия, да, то есть кету попадет в живые показатели этого дома, это дети, поэтому кету укажет, что большое внимание в этот период производительцы должны в течение полтора года с 30 октября, некоторые считают, что на месяц позже, но у меня программа показывает, с 30 октября будет переход теневых планет, в течение полтора года человек должен больше внимания уделять своим детям, что для детей это может быть в чем-то сложный период, чтобы не было отделения от них, чтобы не было конфликтов, возможно, детям может быть как-то сложно, у кого-то дети идут в садик, у кого-то в школу, у кого-то в институт, и их надо поддерживать, для них это сложно, то есть с ними надо разговаривать, их надо любить и так далее, либо какие-то иногда бывают трудности по здоровью детей в этот период, но бояться не надо, себя накручивать не надо, просто больше внимания детям в этот период. Кету это странная, непредсказуемая планета, дает изменения, а возможно дает изменения какие-то у детей, то есть не обязательно плохие, ну и так как это дом романтических отношений, то кету может чуть-чуть давать отстранение в романтическом плане, возможно из-за того, что будет как раз активность в работе, вот это все, расширение, и тут недоотношений будет чуть-чуть, поэтому иногда может проявляться какая-то холодность, какой-то странненький тоже период, но не обязательно, каких-то важных прям глобальных инвестиций в этот период лучше не делать, там не вкладывать лучше в недвижимость, скорее всего, потому что пятый дом это у нас еще дом инвестирования, несмотря на то, что Юпитер в хорошем доме, тут мы еще смотрим индивидуально по периоду человека, по периоду, под периоду, и включается у него хозяин четвертого дома или нет, и так далее, смотрим все в комплексе, но аккуратно тогда, то есть если инвестирование, то все проверяем, вот, и так далее, то есть, но какие-то беспокойства иногда бывают в сфере детей, в сфере романтики, вот, ослабленные дни для тельцов, помните, я показывала, как смотреть, всегда, когда Луна у них проходит знак стрелец и знак овен, для них это ослабленные периоды, ослабленные дни в месяце, Луна у нас в каждом знаке 2-3 дня, за месяц обходит все 12 домов гороскопа, все 12 знаков, сегодня она еще в Скорпионе, сегодня у меня плохой день, вот, и вчера ослабленная, а завтра где-то в час дня она перейдет в стрелец, вот, и для тельцов это будет ослабленный день, самые плохие я не люблю, когда 8 дом, когда 12 еще более-менее, вот, когда 8 вообще не нравится, но чем осознаннее человек проживает эти дни, тем мягче они проходят, то есть в эти дни мы можем рекомендовать делать медитации, йогой заниматься, все такое, да, чтобы смягчить, замедлиться, не суетиться, не ссориться, не принимать важных решений, потому что Луни некомфортно в этом доме, иди возьми конфетку себе, леденец, я не могу, но как-то нету конфетки, ну ладно, ладно, я тебе потом, я думала, что это поможет, сейчас тогда, секунду, планшет возьми, нет, я телефонный другой, я кушать хочу, иди там возьми кушать, ладно, сейчас, зайка, секунду, пять минут, и я там, значит, на чем я остановилась, как мы смотрим, вот, смотри, мы смотрим, я выписываю все дни, я вот так вот прям клацаю дотошно, да, я готовилась вот к этому уроку, и все проклацывала все дни, смотрела, когда же Луна попадает в эти дни, и эти дни выписывала, но время я вводила 12.00 дня, а бывает такое, что Луна там не целый день, а может быть полдня, но я выписываю вот так, примерно, примерно, но в прогнозе мы можем напомнить Тельцову, Лунному, что так, запомните, пожалуйста, что когда Луна будет в Стрельце, либо в Вовне, для вас это плохие дни, вы можете это отслеживать, там, я пишу прогнозы каждый день, в сторис, в телеграм, еще где-то, либо спрашивайте у меня, либо вот у нас в клубе, мне день делать на месяц календарь, я вам скидываю, вы им пользуетесь, там написано, в какой день, где Луна, в каком знаке, и не только, в какой Накшатре, в каком знаке, когда меня, там все написано, то есть вдруг что, можете людям давать даже этот календарь, и говорить, смотри, вот когда Луна будет там у тебя в Стрельце и Вовне, значит, для тебя это ослабленные дни, наперед их знай, не допускай, и вот мы их можем проговорить для Тельца на год наперед, значит, в январе это 10, 11, 18, 19 число, в феврале это 6, 7, 14, 15, март, 4, 5, 6, 13, 14, апрель, 1, 2, 9, 10, 28, 29, май, 7, 8, 25, 26, июнь, 3, 4, 22, 23, 30, июль, 1, 19, 20, 27, 28, потом в конспекте запишите, август, 15, 16, 24, 25, сентябрь, 12, 13, 20, 21, октябрь, 9, 10, 17, 18, ноябрь, 5, 6, 7, 14, 15, декабрь, 2, 3, 4, 11, 13, 30, 31, первое, у всех лунных Тельцов это плохие дни, вот, и это проверено, если человек не верит, пусть понаблюдает, это реально, но, опять же, чем осознаннее мы их проживаем, тем меньше негатива получаем, если человек, многие интуитивно чувствуют, да, а многие нет, и, например, в этот день будет бежать, куда-то лететь, суету допускать, где-то поссориться, что-то еще сделать, для него это очень плохо будет, вот, также у нас, вот мы проговорили важные транзиты, в прогнозе достаточно проговорить их, там, если мы где-то увидим парад планет тоже, мелкие транзиты, Меркурий, Марс, там, Венера, да, которые, примерно, быстро меняют положение, можем не говорить, потому что мы, нам важно проговорить транзиты Солнца, Солнце за код обходит все 12 домов гороскопа, 12 сфер жизни у каждого человека, у всех знаков зодиака, и начнем, вот, мы с... Ребенку нужно что-то поесть, сейчас, зайка, ну ты ж кушала, вернемся на 1 января, так, смотрим, Олечка, я сейчас отойду на секунду, дам, принесу ей что-то, вот, а ты посмотри на положение Солнца с 1 января, подумай, что это будет давать Тельцу, я приду, а ты расскажешь, давай. Или я леденцы не вижу, наверное, их папа спрятал, Держи, вот смотри, какой у тебя выбор, ну что, красотойка, ну что там, Солнце восьмом, да, да, что это будет давать Тельцу, Солнце будет там находиться, еще с середины декабря до середины января 24-го года, то есть с середины декабря 23-го до середины января 24-го, что, когда Солнце заходит в такой плохой дом, что это может давать человеку на этот период? Держи, здоровье могут быть. Да. Ну, это плохой транзит. Да, это считается плохой транзит, поэтому для Тельца это самый ослабленный период в году, поэтому в этот период мы говорим вам, нельзя ничего начинать, рисковать, делать операции, разводиться, уходить с работы, ссориться, вообще никаких важных решений в этот период лучше не принимать, чем замедленнее человек проживет этот период, тем лучше для него. Не допускать никаких рисков, то есть гармонизовать Солнце надо в этот период, так как это зима, Солнца будет не хватать, а надо какое-то солнышко, но ездить при этом нельзя, поэтому человеку мы советуем рано просыпаться, кушать фрукты, гулять на свежем воздухе, делать сурью на наскар, носить золото, золото-металл гармонизует Солнце, которого нам в этот период не хватает, прана жизненной силы, энергии. То есть не сильно хорошая, что-то плохое иногда происходит в эти периоды, но чем осознаннее мы проживаем этот период, тем лучше будет для человека, когда мы это знаем. То есть поэтому и делают люди прогнозы, а если человек в этот период замуж выйдет, например, либо купит дом, то это к хорошему точно не приведет, потому что это очень плохой период. А если он запишется в этот период, сделает себе пластику груди, например, то что, какая там грудь получится, либо какие последствия будут после этого. Лучше нет, ничего рискованного не делаем, а многие как назло. Вот я вам говорю, постоянно, и вы будете замечать, кстати, астрологи, что приходят на консультацию, когда солнце в восьмом доме. Ну все, в жизни происходит полный капец. И тогда человек пишет, и то-то, и то-то, и все плохо, я смотрю, солнце в восьмом доме. Вот я понимаю, что так все нормально, периоды все, ну временно, но надо потерпеть месяц пока там, ну не надо разводиться, не надо уходить с работы, ничего важного не надо делать. Перетерпеть и гармонизовать, и не меньше говорить, вообще молчать, и дома сидеть. Ну правильно, это не означает, что надо закрыться, сидеть дома и не жить, да, просто очень спокойно, без кипиша, без суеты, без ссор, и так далее. Не принимать важных решений, не подписывать важные документы, и так далее. В середине с 15 января солнце зайдет в девятый дом гороскопа на месяц. Опять же, солнце, месяц стоит в одном знаке. Что это будет давать человеку? Зайка, сделай потише. Да, сделай потише. А, ну помыть, я знаю. А, вот, обучение, наверное. Иди сама помыть. Можно ездить, внимание отцу. Да, да, там, ездить можно, духовность, тут уже идет восстановление, то есть месяц было плохо очень, и тут уже человек, он не может резко, с 15 числа, сразу жизнь заиграла красками, жизнь прекрасная, то есть это постепенно происходит. То есть это на месяц, да, для того, чтобы чуть-чуть восстановиться. Все, была энергия на нуле, полностью внизу, и тут постепенно, постепенно начинается улучшение, с каждым днем как-то все веселее, все лучше, и уже человеку полезно в этот период посещать духовные места, разные монастыри, вдруг что, ездить уже можно, начинать новое можно, но не забываем, что начинание новое надо всегда делать, на растущую луну, как минимум, да, но тут уже все можно делать, все начинать, но внимание отцу, потому что Солнце, опять же, вредитель, живой показатель, девятый дом, это дом отца, может быть, не самый лучший период для отца, либо отношения с ним, но не глобально, потому что это не Сатурн, например, да, не Раху, не Марс, как вредитель, а Солнце, но тут советуется духовное развитие, уже можно оживать, что-то делать и так далее, с 13 февраля Солнце перейдет у тельцов в 10 дом гороскопа на месяц, или сделай тише, с 13 февраля по 13 марта. Мы вспоминаем, что такое 10 дом гороскопа, за что он отвечает, что он дает. Карьера, работа, нужно быть активным. Да, да, правильно, нужно быть максимально активным, продуктивным, пробивным, светить на работе, не сидеть на месте, чего-то добиваться, то есть энергия такая идет. А если человек в этот период сидит, ничего не делает, то он просто теряет возможности. Любые начинания тоже хорошо, да, но и мы не забываем, Солнце присоединится к Сатурну в этот период и будет вместе. Но, опять же, для Отца не очень хорошо. Вы помните, даже в натальной карте, когда есть соединение Сатурна и Солнце, это вообще считается проклятием. Кстати, у меня в последнее время спрашивали, да, проклятие, видно ли порчи, там, сглазы, там, в астрологии, это реально, астрология в такие штуки верит и лично я тоже в это все верю. И в астрологии даже можно увидеть проклятие от рода, через кого там и так далее. Вот это один из таких показателей в натальной карте. Сатурн — это очень холодная планета, Солнце очень жаркое. Мы это все вспоминаем. Вот, то есть, возможно, какие-то конфликты, но надо быть все равно продуктивным, активным на работе. И видим тут парад планет в девятом, Меркурий, Марс, Венера будут вместе в девятом доме гороскопа. Возможно, опять же, очень хорошо для каких-то поездок. Вот. и Солнце в доме карьеры побудет до 13 марта, потом перейдет в одиннадцатый дом гороскопа. В одиннадцатом тоже хороший транзит, потому что одиннадцатый дом — там желания, амбиции, желания, амбиции человека будут исполняться. Их надо самостоятельно исполнять. То есть, в этот период человеку полезно что-то приобретать, себя радовать, встречаться с друзьями, куда-то ездить, то есть, что-то себе покупать, исполнять даже какие-то маленькие свои желания, амбиции хорошо. То есть, может повыситься доход в этот период. Кто там работает с клиентами, клиентов может быть больше в этот период. То есть, человек обычно в такой транзит чувствует более-менее себя удовлетворенным. Опять же. Вот. Удачный период. С 14 апреля по 13 мая транзит будет солнце через 12-й дом гороскопа. Когда солнце заходит в 12-й, мы уже знаем, что это второй ослабленный период. Не такой плохой, как восьмой дом, но все равно это считается ослабленным. Мы обращаем внимание, потому что в этот период тоже новых начинаний лучше не делать. Лучше завершать дела только, завершать, контролировать траты. Человеку 12-й дом трат, вспоминать о духовности. Сон часто нарушается в такие периоды. В ослабленные периоды я всегда рекомендую людям заниматься расхламлением, чистить пространство, выбрасывать ненужные, наводить самостоятельно порядок у себя дома, чтобы жизнь не заставила это сделать. Заниматься благотворительностью хорошо в такой период, когда 12-й дом. Любая связь с иностранным, можно. Вдруг что ездить можно, когда 8-й дом у Тельца нельзя ездить, когда 12-й дом можно ездить. Но бывает такое, вот у меня были поездки, когда солнце было в 12-м, то я часто болела в эти поездки. Но более-менее все равно все проходило нормально, то есть запрета на поездки нет. Но солнце часто беспокойно, потому что 12-й дом дом отдыха. Потом с 14-го мая солнце на месяц зайдет в первый дом гороскопа и будет влиять целый месяц на сферу первого дома. А первый дом это дом личности, и солнце куда заходит, туда светит, там подсвечивает эту сферу, показывает, что этой сферой нужно заниматься, на эту сферу надо обращать свое внимание. Там и так Юпитер еще будет стоять, да, и солнце заходит. Вот, то есть это очень хорошо. Человеку надо вкладывать в себя, улучшать себя, можно менять имидж, стиль, прическу, внешность, что-то себе покупать, радовать, заниматься саморазвитием хорошо. То есть такой благоприятный период для того, чтобы максимально вкладывать в себя до 14-го июня. С 15-го июня по 15-го июля солнце будет у них во втором доме гороскопа, и мы вспоминаем, за что отвечает этот дом? На что надо? Я даже не буду. Хорошо. Потому что я хочу еще... За что отвечает? И там тоже будет парад планет. Иди восьми. За день, за родных. Да, да, один из домов денег, дом родительской семьи, речи, питание, все, что связано с лицом. Значит, в этот период что? Так как это солнце, деньги не советуют, когда солнце проходит второй дом, не вкладывать, не одалживать, никаких важных вложений не делать, никому не давать в долг, самому не брать в долг, все в банке не открывать. Внимание родительской семьи надо в этот период. Иногда для них сложный период, либо бывают разногласия. Следить за питанием, не кушать вредную еду, не кушать испорченную еду, не переедать, следить за всем, что находится на лице, не делать никаких важных. Тут, с одной стороны, Венера стоит, может давать желание что-то такое сделать с лицом. Иногда человек ничего не хочет делать с лицом, не накалывать себе губы, подбородки, скулы, да, а тут иногда опа и резкое желание появляется. Но когда солнце тут, этого лучше не делать, потому что, опять же, могут быть плохие последствия, да, когда солнце там, важно вмешать испорченную еду, каких-то экспериментов проводить лучше не надо. Не делайте это, когда там нет солнца и когда Венера хорошая, потому что Венера отвечает за красоту, а Венера, когда сильная надо делать, когда не ретроградная, не в падении, когда она в рыбах хорошо, когда в весах и так далее. Вот, но так как это лицо может беспокоить что-то на лице, у кого-то глаза, у кого-то уши, у кого-то зубы, то есть, я всегда клиентам рекомендую заниматься профилактикой, то есть, обращаться к стоматологу еще до того времени, когда солнце перейдет во второе, чтобы не было потом в течение этого месяца беспокойств, связанного с зубами. То есть, до 15 июня лучше уже все пойти, сходить, сделать чистку, посмотреть, а потом спокойно жить месяц, когда солнце будет во втором доме до 15 июля. Самое важное следить опять же за питанием, внимания родственникам. С 16 июля по 16 августа у них солнце попадет в третий дом гороскопа и это для них хороший транзит, потому что это для всех хороший транзит, когда солнце проходит в третий. Мы вспоминаем, за что отвечает у нас третий дом гороскопа. Это дом собственных усилий, смелости, решительности, поэтому в этот период нужно быть тоже такими решительными, смелыми, не лениться, что-то делать, что-то начинать, покупать, приобретать, ездить, контактировать, общаться. То есть вот такой активный период должен быть. То есть любые начинания хорошо делать, когда солнце в этом доме. Это тоже благоприятно по 16 августа. Но мы, это личные транзиты, но параллельно мы учитываем, что бывают коридоры затмений, что бывает, например, Венера ослабленная в Деве, а человек хочет открыть салон красоты, например. Тогда не надо открывать, даже если у него солнце будет в третьем, ему можно начинать и там Юпитер в первом, и Раху в одиннадцатом, и ему можно начинать, но мы видим, что сейчас коридоры затмений, либо Венера в падении, например, либо ретроградная, то тогда нет, все равно нельзя начинать. Мы учитываем еще и параллельно факторы, которые параллельно влияют на всех. Стараемся все вот это совместить. А так лично, если там нет никаких моментов, мы можем говорить, что да, все можно. С 17 августа по 16 сентября транзиция будет через 4-й. Мы вспоминаем, за что отвечает 4-й мама, недвижимость, транспортные средства, внутреннее счастье. В этот период часто человек чувствует чуть-чуть внутренний дискомфорт, уныние иногда бывает какое-то, что-то внутреннее счастье как бы чуть-чуть нарушается. Внимание надо маме, кому-то кто как мама, родственники мамы. Бывает любая всевозможная связь с недвижимостью, с транспортными средствами. И опять же, у всех по-разному. У кого-то там что-то дома ломается, а кто-то чувствует, а у телец хорошая интуиция, если лунный телец, луна в экзальтации, то есть домой что-то покупает, порядок дома наводит. В этот период советуется снизить темп, больше проводить времени дома, контакты с природой, уменьшить общение с друзьями. И с 17 сентября по 16 октября солнце зайдет в пятый, там и так кету будет. Солнце опять же вредитель, значит в этот период еще больше внимания надо уделять детям, потому что для детей возможно в чем-то сложный. Ну и не забываем, что пятый дом еще, например, за желудок отвечает. То есть, значит, следить тоже за пищеварением, за питанием, за желудком, правильно питаться, чтобы не допустить ничего такого, стараться быть эффективными и больше контакта с детьми. Когда солнце проходит в пятый, лучше зачатие не делать, ну и новые отношения тоже лучше не начинать, когда солнце там, если вдруг телец, луной будет одинок, да, то можем порекомендовать в этот период новые отношения не начинать. И стараться доделывать в этот период не доделаны дела. С 17 октября по 17 ноября у них транзит солнца будет через 6 дом гороскопа и мы уже знаем, что это здоровье, да, поэтому рекомендуем в этот период большое внимание уделять здоровье, профилактике, добавить полезные привычки, пить витаминки. Если что-то телеца будет беспокоить, можно проходить обследование, сдавать анализы и так далее. Вот. И потом уже солнце перейдет в седьмой дом гороскопа с 18 ноября и будет стоять в доме партнеров месяц. То есть оно уже будет подходить ближе к тому, где было в начале года. Циклично за год обходят все 12 домов гороскопа. И в седьмом доме в сфере партнерских отношений он иногда дает разногласия с партнерами, но не критично. В этот период что? Обращаем внимание на партнерские отношения и стараться человеку нужно быть максимально активным, продуктивным, тоже социально активным, что-то делать, встречаться, решать. Потому что он же уже заранее будет знать, что с середины декабря уже ему ничего делать не надо до середины. января. То есть дельцам повезло, потому что как раз праздники преподают, и так все отдыхают в этот период. Поэтому это, естественно, само по себе будет получаться. Но надо перед этим быть, максимально все делать, потому что потом нет, потом надо как будто для себя делать такой перезапуск, отпуск. В общем, у нас меньше минуты остается. Мы успели сегодня за одну часть сделать прогнозик. Ну вот. Спасибо. До свидания. Законспектируй обязательно, и уже потом в консультациях будешь применять знания по транзитам, добавлять периоды и так далее. Инуся прослушает, Раиса тоже, все наши девочки, и Иванка еще, я вышлю ей, потом запись. Все прослушают. Сохраняю, сохраняю видео. Вот такой прогноз для тельцов лунных на 2024 год. Мне кажется, еще нет таких прогнозов, вы еще не найдете. Мы, наверное, первые, кто уже их начинает готовить заранее. Я всегда готовлю заранее, примерно хотя бы по транзитам, потому что ближе к Новому году начинается ажиотаж, и все заказывают себе прогноз на год. Но прогноз на год не обязательно заказывать прямо на Новый год. Его можно заказать абсолютно в любой день. Можно заказать ко дню рождения, можно заказать в любой день на год, можно подарить друзьям, то есть не обязательно ждать Нового года, в общем. Так что, надеюсь, вам было полезно и интересно. Спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях дату, город, время рождения. Отправляйте тельцам, делитесь у себя в сторис, отмечайте меня, буду очень рада. И следите за следующими видео. Всем пока, хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok